Павел Гейм Чаннел А чё такая огромная карта? Или я вторую просто забыл здесь область разметить правильно камеры вторая глава я думал сейчас просто все, конец уже и в следующую пойдем а тут на те ладно отличная работа ступай теперь к правителю на стену ну что ж, спасибо отлично она пропустите блин, тут эмбиенда очень не хватает тупо тишина сплошная сейчас мы еще и ходим чего-то прям очень долго дыру нашел какую-то, ладно управитель 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 наслышан о вас значит так мне все равно помог ты шахтером или нет просто не распространяйся о том, что видел и тем более ни слова о взрыве волги не дам ни к чему я обнаружил следы чудовища в шахте не земли это чего-то гораздо крупнее и опаснее предлагаешь нам копаться в завалах? толк с твоих находок Ваша правда кстати мы же на руинах столицы Изор наверное верно? верно это тебе за адъютанта можешь быть свободен ох выбрались что ж и куда теперь это походу реально огромная область не ходи по ней сколько влезет теперь так нам надо кладовщику показать разобраться вы теперь куда идти пульсирующий осколок кусочек кристалла размером с ладонь слегка подрагивающий в руках осколок кристалла незначительно увеличивает защиту в былые времена кристаллы были символом величия и злорны ныне же они зловещие напоминания о катастрофе и насколько на восемь процентов реально оно уменьшит урон или как вообще это будет работать что за тварь в клетке тварь в клетку … а слегкий смех это что тварь раз Страшное чудище, страшно представить себе, кто там сидит. Так, корсть осколков. Хотя под звук дождя можно было бы добавить, а то прям совсем какая-то мертвецкая атмосфера. Но город красивый, конечно, слова нет. Даже сначала не сразу разобрался, что это какие-то пауки напали. Не знаю, для чего это может пригодиться. Скайп пока поваляется. Надо бы кладовщика этого найти. Хер его знает, где он. Ладно, давайте двигать дальше. Здесь что? Кого-то привезли. Проклятие, мне это не привиделось. Кто ты такой? Обелиск, святой Иварад. Отправляйся к нему. Так, ну, путь довольно-таки далекий. Ну что ж, отправляемся. Заодно прогуляемся. Кому это можно сбагать, а? Где продавцы, торговцы? Очевидно, кому-то продать надо. Но где? Где тот добрый человек, который примет эти обосранные рубины? Ещё и деньги мы добываем. Точно должен быть торговец какой-то? Но пока что его нигде нет. Хужее место. Олегчится сбросить тяжелую душу. Ну давайте сбросим. Выносливость повышена. Это было прикольно. А, ну-ка, крыска. Так, кладовщик. О, вот кладовщик. Нашёлся. Держи. У меня есть кое-что для тебя. И что же это может быть? Записи твоего каторожного друга. Давай их сюда. Награду вперёд. Ты же... Ладно, на вот. И всё-таки... На кого вы работаете? Меч знаешь, крепче спишь. Даже больше, чем за подавление бунта дали. Охренеть. Круто. Всё ещё актуален вопрос, куда это всё можно... Не все поймут, кто это. За что Бериса сделали с собакой. Берис. Ха-ха-ха-ха-ха. Берис. Ну что ж. Это... Измена! Иноземная шляпа. Нелепая шляпа. Абсолютно бесполезно. Шляпа тянется к хозяину. И вы явно им не являетесь. Так, кто хозяин Бериса? А ну-ка, кто это? Так, житель. Последняя явно была лишней. Тук-тук. Все бухие, само собой. Как иначе. А, музыка. Ну, споёт, может. А что-нибудь повеселее сбрецать можешь? Повеселее? Дружище, был бы повод. Так ты ни чёрта не заработаешь. Та, всё-то вы о деньгах. А я вот не могу иначе. Что на сердце ляжет, то и балакаю. И всё равно мне заработали я чего-нибудь своей заудовщиной. Чего оно стоит? Это твоё веселье. Печаль, скорбь, мука. Вот где настоящий звук. Нравится зарабатывать? Вон, крыс поубивай. Весельчак хренов. Блин, музыку бы какую-то пустили, что ли. Ту-ру-ту-ту-та. Кого тут только не бывает. Ну вот, крыса. Хочу убить её. Осколок на неё как-то тратить не хочется. О, уже тут как тут. Ватар. Ватар? Почему ты здесь? Сбуду б не дорвали. Награду за отвагу в борьбе с землеедами. А если серьёзно? Скорь меня казнят. Последним желанием я попросил вечерок в кабаке. Мачу тут наливают ту ещё. Но всяко лучше, чем шахтёрская бодяга. А ты что? Почему всё ещё в предместиях? Да вот, думаю, идти в город или не идти. В город? Вот уж не думал. Не похож ты на человека, которого можно подкупить сказками о древних сокровищах? Да птицовет. Не доверять в этом проклятом месте никому. У каждого грешок на душе. Особенно у адъютантов. Сволочь, снюхались работорговцами. Выкупают неповинных для работы в шахте. Зуб даю, шо и тебя хотели запрячь, долбить камни. Только наш маленький бунт помешал. Ну спасибо за бунт. Ты здесь заправляешь? Да-да, а моими стараниями в предместях появилось единственное место, где можно отдохнуть постяжелой дне. Хм, а я тебя здесь раньше не видел. Дай угадаю, ты искатель приключений. Держишь путь в город? Угощаю. Какое радушие. Ну, а почему бы и нет? Откуда ты, дружище? Какими судьбами оказался здесь? Делай, скал. Прибыл с юга. С юга? Так ты из Гринхауда? Ну иду. С еще более далекого юга. Ох-ох-ох. Неужто? Из-за перьи? Завоеванных ею земель. А-а-а-а-а. Вот чего ты такой угрюмый. Новоиерус. Ну, будем Ой, теперь всё к чему Здесь иногда появляются подобные тебе авантюристы Затем они проходят в город Да, остаются там навсегда Изворт проклят Полно призраков, мертвяков и прочих поконей А правит ими прозначный влад Лучше не ставить туда Хе, баба куда ещё сунуться Что? Нет места где тебя ждут? Знаешь, я поживой пойду Спасибо за выпивку Береги себя. Ну, вот и побухали. Заодно камера ещё пошатывается, к тому же. Слегка. Неплохо. Что ж, посидели в кабаке, пошли теперь. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Э-э-э. Что это за чмондель напал на меня? Или что за галюн? Блин, отраву подсунул трактирщик. Так, да я эту крысу убью, а. А. Убили. Прикончили. Так, что вы тут охраняете? Где кто-то что-то... Ага, вот ты что режешь у нас. Ну, мы, в принципе, уже подобрались к Апеллиску. О, это чё, Дориан из Паша Фикалька, что ли? Мда, с Десо его. А-а-а. А, во. Отрешённый лекарь. Это, видимо, после той войнушки во сне. Яркие солнечные одежды. Посланник сияния прибыл вызван спасать забудшие души. Не стоит язвить. Я помогаю здешним людям не только словом, но и делами. И чем же ты таким занимаешься? Я местный лекарь. Добровольно вызвался работать в поселении. Хм. Обращусь, если вдруг зуб заболит. А вопрос так и не исчез. Я видел в оранжевой точке на мини-карте. Чё за хрень? Ай. Ай. С кладовщиком уже говорили. Здесь уже были. Скорее всего, я, пожалуй, прибьё. Чё за зелёная хрень у него? Какая-то модель багнутая, значит. О, светлячки. И чё у нас? Грибы. Круто, конечно. Но выкинуть мне даже нечего, кроме рубинов. А я хочу шляпку с собой носить. Берисовскую. Ох, я. Добудем, если надо. Не так уж и много. Это 65, наверное. Какая-то тропа. Куда она ведёт интересы. Убереги же меня от невзгод мирских. Закружи меня от ужасов зора. Убереги же меня. Убереги. Шгутся. Тянутся. Прими их. Позволим. Ох, чёрт, а. Опять насрала. Попуха. Отвратительный кусок плоти. Так, надо показать это, значит. Покажем. Статуя. Здесь покоятся те немногие, кто пережил великую катастрофу. Мы предали их тлетворные тела огнём, а прах земли. Да хранят святые их покой. Так, сюда можно как-то пройти? Чёртова лоза, а. Так, пироманта мы, кстати, ещё не видели. Ну, значит, лекарю покажем. Так, где-то там лекарь был. Это всё тот же кладовщик. Чёрт поймёшь, где он. А, вот он. У захоронений мне повстречался житель, обратившийся чудовищем. Похоже, он был чем-то болен. Я обнаружил это в его потрохах. Любопытная находка. Видимо, бедняка носил внутри себя паразитов. Мне доводилось изучать их, но я никогда не слышал о видах, способных вызвать превращение. Вот, держи. Захлопоты. И прошу, не распространяйся об этом. В поселении и так неспокойно. Хера себе, принёс какие-то кишки ещё и заплатили за это. Опять больше, чем за бунт. Блин, что ж такое-то? Меня всё ещё смущает эта одержимость. 7 из 100. Что будет, когда мы дойдём до жёлтого уровня, до красного, до предела? Так, пиромант где-то тут должен быть, очевидно. Но это стрелок, а не пиромант. Как служба? Эх, тоска, да и только. Кругом одни мужики, большая часть из которых отребий из шахт. Ладно, хоть выпивка есть. Что, ничего интересного не происходит? Обнаглевших волков стреляем, да мразь сякую из руин. Правда, люди в последнее время пропадать стали. Ну да ничего, разберёмся. Дорожный знак. Указан владыки Азвана, свободное передвижение по руинам Изварна и по предместьям запрещенного. На любого, кто будет увлечён на нарушение запрета, налагается обязанность отплатить во владыческую казну. Опа, волчары. Ну зато добыли кошель бабла и опыт. Что же, наверное, важнее будет, потому что это до пустоты. Ну, затем очевидно, как уклоняться. А здесь тех, с кем не очевидно это. Где тут пиромант сраный? Хочу найти его. Это ещё гриб. Чё, мертвый цвет? Так, а тут у вас чё, ребятки? За управой, как и договаривались. Хвоста за тобой не увязалась. Не пути. Всё схвачено. К тому же, у сундука появился неожиданный сторож. Хе-хе. За управой сундук какой-то. Где он, этот ваш сундук? Красильщик Марвин. Так. Ай, я просрал эти рубины. Ладно. Ну, чё, перекрасим. Салится с окружением. Буду с ним ходить, короче. Чёрт, где этот ваш пиромант, а? Так. Воды. Сходим. Куда ещё не сходили? Сюда, например. Здесь стена. Об этом сундуке речь, что ли? Залитая смертящим спиртом банка. Покажите находку адъютанту Брону. Свежие органы пользуются большой популярностью у колдунов и рисковых исследователей. Так, ну что ж. Бой обещает быть, наверное, сложным. Ух! Надвежья приманка. Шкура грозного животного. Плотно набитой массой страфта, учёных плодов и благовоний мешочек. Простой люд часто ходит с захарем и ведьмом за подобными полезными вещицами. Ну, больше нет подходящих под описание сундуков подобных. Так что покажем это адъютанту Брону, которого мы видели ранее. Вспомни бы только, где он. А, ещё волчера. Так, а тютант Брону. Где же ты? Опа, Йоран. Чё тут? Мы нашли магазик какой-то. Так, аккуратный медальон, переливающийся светом сердцевине. Повышает живучесть и слегка освещает овощ вокруг. Не самое впечатляющее украшение, однако полезное из волшебных свойств. Наследник из Орна. Историческая книга, описывающая современное из Орнское владычество. Живительный эликсир. Лекарственное средство восстановится лимитром. Наверное восстанавливает среднее количество здоровья. Так, это я возьму, пожалуй. И надо будет сбегать за медвежьими кишками. Где я видел этого Брона? Я помню, что он был где-то неподалеку. Кто это? Да что ж, это такое-то! А, вот и пиромант. Воу! Всё это время мы вокруг него ходили. Ну и что ты видишь в пламени? Многое! Великие совершения, великие потери, сгорающих от трепета жителей древнего Изорна. Их сгорающие в пламени конца грехи. Пламя может явить многие вещи, но все они лишь пепел былого. Все, больше сказать тебе нечего. Не, ну тут, если честно, прям... Опа! Точно, точно не хватает каких-то звуков для придания атмосферы. Обращаясь с оружием уважительно, тогда оно не подойдется навсегда вылечивать наносимый урон. Ой, блинский блин! Сря я купил. Ну, глядишь, ещё за это дадут. Странный клинок. Тёмная сталь, наследие древнего Изорна. Из неё делали уйму вещей. Орудия, доспехи, боевые машины. Можешь мне что-нибудь выковать? Конечно же нет. Сталь и прочие материалы из столицы представляют особенный интерес для владычества. Да и укоротить её у меня пока не выходит. Могу лишь дать тебе совет. Повнимательность с предметами из этого материала. В них часто сокрыта особенная сила. Что ж, пошли за медвежьими потрохами. Всё ещё интересно, что за дверь. Что она скрывает в себе. Блин, 25 ресурсов тоже зря потратил. Валюты, точнее. О, записка. Забрал банку у лекаря. Жуткий этот мужик всё-таки тип. Оставил на попечении медведя, благо нашлась приманка. Забирайте за полночь, когда спит. Всё. Сейчас багрим приманку. Теперь нам надо найти бронна. И надеяться, что мы получим ещё 100 осколков. И тогда нам хватит денег на перековку оружия. Ага, вот ты где. Недолго пришлось искать. Я тут кое-что нашёл. За управой стоял сундук, в котором была запрятана банка. Туда ещё и медведи приманили на охрану. Сундуки, медведи. Ты прят, что ли? Приволок какие-то свертящие потроха. Ну и ну. На вот, возьми и забудь о своей находке. И разговор этот тоже забудь. Эх, 10 голды не хватает, а? Ну и ну. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Держи Дальше 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 Дальше